Приветствую вас. То, о чем вы пишете в своем тексте, мне кажется, в первую очередь, связано с вашим страхом. То есть, ну, вот с тем, что вы боитесь, что что-то произойдет, что-то случится. Вот, например, ну, например, что муж вас, к примеру, бросит. Например, вы боитесь, что муж вас, значит, предаст, изменит и так далее. Например, например, это вот такой вариант, как вариант. Вот. Вы этого боитесь, на мой взгляд. Вы привыкли быть сильны. Боитесь, что если не будете делать сэсэнер, да, то все делает плохо, а вас все это задевает. То есть, вас довольно легко задеть. Почему их вас легко задеть? Потому что вы невнимательны к себе. Вот. Я думаю, что когда человек к себе внимателен, вот, его задеть невозможно, ну, можно, конечно, в теории, но мало вообще. Мало вообще реально выводить. Вот. Когда человек в себе уверен, когда человек, ну, обращает внимание на себя. В данном случае вы на себя внимание не обращаете. То есть, ну, вам важнее то, что происходит во внешнем мире. Мне не легче то, что происходит с вами. А ведь возле, во-первых, вы чувствуете, в том числе, всегда присутствует что-то еще. Это страх. Это какие-то желания. Ну, ваши. Какие-то потребности могут быть. Это некоторые ожидания. Вот. Вот. А все это, получается, остается по большому счету в туне. И подавляется контролем. Агрессия. Агрессия. Вот. А вот вы не умеете говорить о, например, страхе. Да? Ну, например, например. Вот. Вы не говорите, что вам страшно. Ну, например. Вот. Это вам страшно, но... Вот. 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 Артур. А вот вот О, Paris. В ή R вот, с такой нанотзит работать со страхом, вот, с личными границами, в целом, в целом, с тем, чтобы быть более внимательнее к себе, понимать, что происходит, вот, чтобы не просто говорить о том, что, вот, я злюсь, а чтобы это было как-то вот немножко более конкретно, чтобы вы понимали конкретно, о чем будет речь, вот, конкретно, что вы чувствуете, вот, и как, ну, как может быть, лучше об этом сказать, к примеру, как лучше сказать об этом вашим ближним, да, то я знаю пока, что злость, это единственный способ обратиться с этим вот чифром, который за мной идёт. Может быть, ещё есть, другие способы. И, собственно, например, в психотерапии вы можете подобное сделать, то есть, ну, вы можете подобное провернуть вполне, а вместе с психотерапиям вы сможете, там, научиться по-другому выражать своё чувство, вот. Никак раз есть у вас проблемы с доверием, вот, в какой-то степени, но это, повторюсь, это нужно исследовать, потому что, так вот, на вкидку, да, понятно, что могу ошибаться, вот, и честно говоря, ошибаться, наверное, не хотелось бы, вот, по крайней мере, вот, с таким образом, вот, потому что это может сделать вас, например, вот, поэтому, вот, ровно, вот, 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 раз смотреть ситуацию вот в этом моменте, я думаю, что у вас ещё ревность есть, вот, вот, а к мужу, тут, сразу, довольно много получается аспектов на 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 это на 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 которые нужно обратить внимание, вам тут аспекты касаются уверенности в себе, восприятия человека, я имею ввиду вашего мужа, условно как вы его воспринимаете и так далее. Это очень важный момент, это очень важная вещь. Вот, тут нужно разбираться. Обратите, пожалуйста, внимание, что свой вопрос вы не задаёте, то есть вы просто с ситуацией нас познакомили, но вопросы не заданы. Вопрос, на мой взгляд, необходим. Ну, если вы хотите в себе разобраться, то вопрос необходим. То есть, что вы хотите там? Сами поменяться, других людей поменять, ну, своего мужа, например. Вот. Всё. Что вам нужно? В чём, собственно, помощь, эмммм, какого вам видится? Какой она вам видится? Вот. Ну, на этом всё. Надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.